Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать, в каком состоянии находится мой авокадо после длительного переезда в Польшу. Мы поговорим про него и посадим его в горшок, потому что я его ввез в пакетик, вы можете видеть. Вот, в пакете из-под кукурузных волочек. Очень вредный кот, он вообще непослушный. Нужно его бить по авокадо. Итак, давайте рассмотрим, какие у него корни. Вот, можете видеть, у него они чуть подсушились, конечно, но в принципе он живой. Как вы можете видеть, этот лист, он очень молодой и мягкий, и он легко порвался и подсушился. Вот, можете видеть, все могут спокойно сорвать, оно уже отсохло. Это не страшно, поскольку это растение на него выжило, авокадо на него жив, и у него есть корни. Это растение обозначает, что оно очень сильно. Сейчас, друзья, я вам покажу, сколько у него корней. А вот, как я вижу. И вот, сколько у него корней. В принципе, он особо не повредился. Он немножко подсушился только вот, можете видеть, что у него вообще, его косточка, она вообще высушилась полностью. Косточка начала чернеть, я жду момента, когда она уже сама отвалится, и останется у нас только растение. Она уже, видите, подсушилась, уже такая мягкая, бесполезная, и думаю, она в скором времени отпадет. Я подобрал для этого авокадо вот такой вот горшочек, очень прикольно, очень интересный. И мы сейчас просверлим снизу дырки, чтобы оно, чтобы авокадо наш мог дышать лучше. Вот я беру дырку, все выложены, это знаки, она работает, в принципе. Мы ее зажимаем вот так вот, включается у нас передача, вот, и работа. Работает наша дрелька. Отношел этот способ провивания дырок, ну, просто мне папа предложил просверлить дрелькой вот, и я вот начал сверлить. И оно реально очень легко, и надо вот этой вилкой, например, или ножом раскалять его до сумасшедшей температуры, он потом попортится, и втыкать, что дрелькой. Первым делом мы спам до половины горшка керамзит, чтобы у растения было много пространства для воздуха. Больше продается вот такой вот керамзит, в принципе, он доступный, дешевый, очень удобный. Мы его берем. А теперь помещаем авокадо с корнями сверху на керамзит. Вот так вот, аккуратненько. И теперь, друзья, я фиксирую авокадо палкой, оставляйте палочку, чтобы она была на крови вообще вашего горшка, чтобы не повредить корни. Мы берем вот такую вот прищетку и цепляем где-то плюс-минус на вот таком вот уровне. Немножечко не хватило земли, но я на днях докуплю землю и досыплю, чтобы корням было очень хорошо. Тоже свежий грунт он будет отдавать свои вещества, и растения будут расти лучше. Вот косточка отдала все свои вещества, и в принципе она уже отпала. Поэтому нужно покупать новый грунт, чтобы он отдавал свои все вещества, и растение росло-росло, и улучшало свой иммунитет. Друзья, если вам понравился мой канал, поддержите нас лайком и подпиской. В следующем видео я вам расскажу, как доехали мои орхидеи, и в принципе цимбидиумы тоже как они доехали. Я вам все это покажу и расскажу. Но на этом пока что все. Всем удачи, всем пока-пока.